МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преступление по мотивам программы Каневского совершил 34-летний благовещенец. В микрорайоне он выследил пенсионерку и пришел к ней под видом курьера. Когда женщина отвлеклась, он бросился искать ценности. Горожанка заметила, хотела выгнать незваного гостя. Тогда мужчина убил ее. На допросе обвиняемый назвал точное время, ведь когда он был в квартире, шла программа «Следствие вели». Теперь ему придется ответить перед судом. В ближайшие 15 минут вас ждут и другие новости. Их расскажу я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Все в гараж. Проводить мероприятия современного формата городская молодежь будет в новом пространстве. С помещением помог Олег Имамеев. При Амурье три погоды. Синоптики в первые дни мая зафиксировали в областном центре рекорд и антирекорд. Температуры назвали аномальными. Долго мяли, бережно сушили. Умельцы побороли неподатливую ярославскую глину ради победы в конкурсе. Большинство призов у благовещенцев. Пока благовещенцы отдыхали в майские праздники, специалисты ГСТК латали магистрали города. С начала месяца обновили больше тысячи квадратов асфальта. Под ремонт попали участки на Краснофлотской, в районе Гражданской, на 50-летие октября от магистральной до Кольцевой, на Комсомольской, Междуамурской и Ленина, на Партизанской от Горького до Амурской. Как рассказали дорожники, перед тем, как залатать каждый участок, его обследуют. Если разрушения серьезные, размечают карту. Это часть с поврежденным асфальтом. После ее вырезают, взамен укладывают свежий асфальт. Ямочный ремонт затронет также Горького-Комсомольскую, Амурскую-Островского, Кузнечную-Тенистую и другие участки. Всего специалистам ГСТК за сезон предстоит обновить 18 тысяч квадратных метров покрытия. Обновить одну из городских общественных территорий своими руками могут благовещенцы. Сделать комфортнее предлагают сквер Водников, зеленые зоны в районе Калинина-Ломоносова, на пересечении Крестьянского переулка и Мухина, 50-летие октября Горького и в поселке Аэропорт. Физически трудиться жителям областного центра не придется. Нужно всего лишь поучаствовать в рейтинговом голосовании. Поддержать проекты благоустройства можно до 30 мая. Для этого зайти на портал 28.городсреда.ру и выбрать одну из пяти площадок. Территория «Лидер» получит средства на преображение в 2023-м в рамках нацпроекта. Пока первую позицию в голосовании занимает сквер Водников. На втором месте общественная зона на Калинина-Ломоносова. Замыкает тройку сквер Приемыхова. Воркшопы, брейнштормы, метап-встречи. Мероприятие современных форматов молодежь Благовещенска сможет проводить в новом пространстве. Помещение оборудуют по просьбе самих активистов. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе грантов губернатора. Авторы проекта выиграли полмиллиона рублей. И личной поддержки мэра Благовещенска Олега Имамеева. Кристина Слепцова расскажет подробнее о задумке и какое необычное помещение нашли для будущего каворкинга. Здесь у нас будет как раз о том, что мы говорили, фуршетная зона с музейным выставочным комплексом. Можно посмотреть, как вас в дизайн. Верите, что из гаража можно сделать пространство с музеем, сценой и мини-киностудией? Некоторые благовещенцы мало того, что верят, прикладывают к этому все усилия. Проект по созданию каворкинга для творчества и общения горожан родился неспроста. Его руководитель делится, наш город молодежный. Многие активисты объединяются, придумывают крутые проекты, но часто случается, им просто негде собираться. Теперь ситуация изменится. Это действительно гараж. Ничего в этом названии такого нет, метафорического. Все правда так. Но это будет не просто пространство, где можно собраться. Это будет пространство, где можно будет реализовать свою идею, снять какой-то классный контент, провести квартирник, не знаю, собрать даже круглый стол, обсудить что-то очень-очень важное. Мы делаем его мультифункциональным, чтобы там можно было сделать все и сразу. Придумали и написали проект специалиста городского отдела по делам молодежи совместно с ресурсным центром добровольчества «Прогрессия». И получили гранд-губернатор на создание каворкинг-пространства. Поддержал идею создания гаража мэр Олег Имамеев и нашел муниципальное помещение для реализации задумки. Сейчас идет ремонт. Здесь и световая дама будет играть, и надо открыть жалюзи. Вот здесь уже сделана дверь. Ну и, соответственно, вот как мы планировали, там будет у нас сцена с музыкально-фационарной установкой. Заниматься в гараже смогут некоммерческие организации, молодежные движения и сообщества города. Для удобства запустят онлайн-расписание, в которое получится внести свое мероприятие и провести его на базе нового каворкинга. У нас достаточно много было запросов от молодежи о создании такого места, где бы они собирались, где бы они реализовывали свои идеи, снимали какой-то контент. И в этом плане мы слышали не только от молодежи, которая работает в нашем управлении, также от ребят, которые встречаются периодически на различных мероприятиях, в том числе на встрече с блогерами. Я считаю, что само помещение соответствует тому запросу, и поэтому мы ребятам решили этот подарок сделать. Откроется молодежный гараж. Как только завершится ремонт, специалисты установят мебель и смонтируют оборудование. Его приобрели как раз на средства регионального гранта. Первых гостей в каворкинг планируют пригласить в День города. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Аномальные майские температуры удивили синоптиков. Так холодно в Преамурии в последний месяц весны не было больше века. Специалисты регионального гидромедцентра зафиксировали в Благовещенске погодный рекорд и антирекорд. Так День Победы порадовал жителей практически летними показателями. Максимально высокие температуры до плюс 28 зафиксировали в пяти районах области. На юге воздух прогрелся до плюс 26, но уже 11 мая Преамурии оказалось под влиянием системы холодных атмосферных фронтов циклона. В регион пришли осадки, подул ветер с севера. На юге зафиксировали аномальный ход температур. В Благовещенске в полдень было холоднее, чем ночью, всего плюс 3,6 градуса. Так низко столбики термометров не опускались больше ста лет. Прежний антирекорд принадлежал 11 мая 1919 года. Тогда в амурской столице было плюс 7,9 градуса. 7 футов под килем и молочные поросята. Амурские пограничники со всеми присущими традициями открыли очередной сезон навигации. На водное дежурство вышли сторожевые корабли и катера. Торжественное построение прошло в районе Астрахановки. Первым моряков поздравил начальник амурского погрануправления ФСБ Роман Ксенц и пожелал им 7 футов под килем. Это традиционное на флоте пожелание удачи. Для парусных судов глубина 7 футов, то есть чуть больше 2 метров, безопасно. Наше подразделение отряда с ноября месяца по настоящую дату готовилось к этому выходу, этому знаменательному дню. Соответственно, в связи с этим все задачи выполнены, корабль готов выполнять все поставленные задачи. И в связи с этим у экипажа корабля настроение приподнятое, патриотизм на высоте. Еще один талисман на удачу для пограничников – молочный поросенок. Блюда специально готовят ко дню открытия навигации. После делят между всеми экипажами, которые вышли на дежурство. Курсировать по рекам в области пограничники будут до конца октября. У меня это уже 20-я навигация, то есть в 2002 году, 4 мая, я первый раз вышел на охрану государственной границы. Сейчас, можно сказать, юбилейная навигация такая, 20-й выход. Когда открываешь навигацию, всегда это волнительно. То есть первую выходим, на границу всегда это очень волнительно. Но потом все, привыкаешь, то есть мы сразу переключаемся на нанесение службы на границы, и все идет в штатном режиме. Ежегодный турнир Георгия Победоносца по боксу собрал благовещенских амурских и якутских спортсменов. Всего больше сотни бойцов. Состязания традиционно приурочили ко дню победы в Великой Отечественной войне. Какой вклад в защиту Родины внесли боксеры и кем гордятся участники состязаний? Расскажем в сюжете. Скажете, слабый пол? Девчонок в ринге так назвать. Язык не поворачивается, барышни бьются не хуже парней. 14-летняя Ксения Коренек в бокс пришла вслед за подругой и втянулась. Даже несмотря на то, что победы даются нелегко. Ее категория обычно одна из самых массовых среди девичьих. Могут нос сломать, но надо хорошо разминаться, чтобы не было больно. Если ты выйдешь на ринг не вспотевший, не разминавшийся, то будешь плохо боксировать. Потому что мышцы после сна будут немного отекшие, затекшие и будет неудобно очень. Воспитанник школы Олимпийского резерва Михаил Долгов – боксер во втором поколении. На соревнованиях, приуроченных ко Дню Победы, взял серебро. Медаль посвятил прадеду фронтовику. Мой прадед Долгов Андрей Теренчевич был призван Благовещенским военкоматом в составе Западного фронта. Он был заряжающим наводчиком. Свой вклад в победу над фашизмом внесли и советские боксеры. О их подвигах старшее поколение до сих пор рассказывает младшим. Константин Коротков. Он был чемпионом Советского Союза, мастер спорта и погиб во время Великой Отечественной войны. И вот сейчас в Хабаровске ежегодно в честь его проходит этот всесоюзный турнир, на котором присваивается звание мастер спорта России. Турнир Георгия Победоносца традиционно поддерживает церковь. Святой считается покровителем воинов. Священник Василий Диденко на соревнованиях часто гость. Сам мастер спорта Советского Союза. Уверен, бокс воспитывает настоящих мужчин. В боксе очень много ограничений. Нельзя бить по затылку, нельзя бить ниже пояса, нельзя хватать. И с этим потом человек дальше и живет. И он действительно не может ударить лежачую, в какой-то потасовке бытовой. В этот раз за победу бились больше сотни боксеров из разных уголков Преамурья и Якутии. Лучших спортсменов определили и в отдельных номинациях. Алена Лепкалова, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Лично незнакомый, но сходство поразительное. Благовещенский скульптор завершает работу над моделью горельефа, выдающегося педагога, театрального критика, члена Союза российских писателей и Союза журналистов Нехамы Иоанновны Вайсман. По словам Александра Кантемирова, работать над лицами людей, повидавших жизнь, глубоких по своей натуре легче, чем над неокрепшими молодыми. Чтобы довести сходство до совершенства, портрета для мастера незнакомого с героиней лично недостаточно. Поэтому правки по чертам лица периодически вносит сын Нехамы Иоанновны. Я не знаю, как бы, Юрий Михайлович, полностью удовлетворен или нет. В последний раз, когда он приходил, мы тоже чуть исправили. Мы бровь переделали, века и тут чуть-чуть. Сейчас лицо известного педагога и литератора выполнено из скульптурного пластилина. Он лучше поддается рукам и изменениям. Позже по макету в силиконовой форме отольют окончательный вариант. Закончить работу над мемориальной доской, на которой в скором времени и расположится бронзовый горельеф, планируют к 12 июня. Так как Нехама Вайсман была еще и первым профессиональным театральным критиком Амурской области, открытие пройдет под эгидой первого дальневосточного театрального фестиваля для детей «Территория детства». Присутствовать на нем будут представители 17 театров Дальнего Востока, театральные критики и искусствоведы из Москвы, Владивостока и Хабаровска. Молодежь России и Поднебесной одновременно станцуют на двух берегах Амура. Проведение творческого фестиваля «Власти Благовещенской огурком комсомола Хэхэ» обсудили на заседании «Круглого стола». Оно прошло по видеосвязи. Ключевая тема совещания – вовлечение молодежи обеих стран в творчество. Представители амурской столицы и Хэхэ обменялись опытом. Также договорились, когда откроют границы, делегация из КНР приедет в Благовещенск. Побывать в студиях и познакомиться с творческими коллективами города. Российская сторона предложила провести фестиваль «Танцуй» одновременно на двух берегах Амура в июне этого года. И очный батл коллективов победителей, когда улучшится эпидобстановка. На столе скалка и доска. Только тесто своеобразное. И лепят из него не пироги. Сказочных персонажей. Такое испытание пережили 19 амурских умельцев, участники гончарного фестиваля «Живая глина». Их работы оценили по мировым стандартам. Наш корреспондент Екатерина Борисова разузнала, как из обычного куска природного материала рождается шедевр. Равные условия участия в конкурсе. А вот этот кусок сколько будет? Три килограмма, так же, как и будет у наших участников. Три кило ярославской глины и два часа на работу – главные условия для участников фестиваля. Дальше все зависит от фантазии и ловкости рук. Начинающий керамист Анна Посеева творить предпочитает в наушниках. Музыка для нее не только вдохновение, но и способ сконцентрироваться. Креативно девушка подошла и к выбору эскиза. Эта печка, на ней будет сидеть Иван Дурак. Он будет просто сидеть до всех событий, которые произошли в сказке. Я по считалочке выбирала, какую сказку взять за основу, потому что было сложно выбрать. Ну и так считалочка выбрала и сделала эскиз. Работать с местными почвами амурские умельцы привыкли. Приезжая же глина, на конкурсе использовали Ярославскую, преподнесла неприятный сюрприз. Оказалась слишком мягкой, и ее для большей упругости приходится дольше мять. О тонкостях выбора материала рассказывают более опытные керамисты. Сильно тощие, то есть песчаные глины смешивают с более жирными. Есть у благовещенских мастеров и любимицы. Вот, допустим, красно-жгущие, сейчас гончарные глины, красные, желтые, великолепные в лепке. Белые очень хороши для лепки. Но опять смотря какая. Потому что вот мы когда добывали в Натальи на сопке любви, у нас есть такая глина интересная. Она при обжиге дает такой интересный розоватый такой оттенок, бежево-розоватый. И у нее такие крупинки такие блестящие, да, как будто золотом она поблескивает. Вот из этой вообще приятно лепить очень. После придания фигуркам формы их бережно сушат. Чтобы не потрескались, прячут от солнца, затем покрывают глазурью. Завершают работу росписью. Для этого используют подручные материалы. Причудливую бижутерию, косметические пинцеты и даже чеснокодавилку. В другом зале участники колдовали над гончарным кругом. Три килограмма глины виртуозно превращали в цилиндр. Обязательный критерий – наличие дна. Чем выше и равномернее стенки, тем лучше. Для подведения итогов жюри плюсуют диаметр и высоту изделия. В гончарном баттле первыми среди профессионалов стал Сергей Клещев. Его воспитанница Наталья Бондарева взяла первенство среди юниоров. Ольга Сергеенко и ее ученица Мария Родионова оказались лучшими в ручной лепке. Все они – благовещенцы. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк, программа «Город». Любителей смотреть на мир через объективы камер зовут поучаствовать в конкурсе фотографий «Благовещенск. Моя малая родина». Его организует библиотека имени Чехова. Главное условие – снимки должны быть сделаны в областной столице. Присылать их просят на электронную почту читальни до 1 июня. Адрес на экране. У меня на этом все. Читайте «Город 24» во Вконтакте и Одноклассниках. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова